28 апреля принято считать днём рождения скорой помощи в России. Именно в этот день, более 100 лет назад, в 1898 году, был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете скорой помощи. На месте для врачей были выделены отдельные помещения, в которых круглосуточно дежурил один из медиков. Мобильная бригада сопровождала на вызовах полицейских, пострадавших доставляли в участок, где, по сути, находился филиал стационара. С тех пор служба скорой помощи очень сильно изменилась, но неизменным осталась её главная задача – экстренная помощь страждущим. И сегодня врачи в любое время готовы прийти на помощь больным, а возможности сделать это действительно быстро существенно возросли. О том, как работает эта служба в Тверском регионе, расскажем в следующем сюжете. Каждый россиянин знаком с телефонным номером 03. Именно по нему раньше можно было вызвать скорую помощь. Его приоритетный статус сохранился и до сегодняшнего дня. Изменения произошли в 2014 году, когда к номеру впереди добавилась цифра 1. Таким образом, номер вызова скорой помощи стал 103. А ещё появился единый номер службы спасения – 112. Скорая медицинская помощь всегда находится в авангарде борьбы за жизнь и здоровье человека. От оперативности сотрудников скорой помощи и профессионализма во многом зависит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде, и кому нужна срочная и профессиональная медицинская помощь в любом месте, где бы человек ни оказался. Сегодня в самые отдалённые районы вылетают бригады медиков на вертолётах. Когда нет времени ждать. При инфарктах, инсультах, неврологических болезнях и травмах санавиация спасает жизни. Именно бригада таких медиков обладает уникальными качествами – решимость, оперативность и, конечно же, профессионализм. Санитарная авиация для России, в частности для нашего региона, с его обширными территориями – вещь крайне необходимая. Очень часто при спасении жизни пациентов решающее значение имеет как раз скорость и оперативность при транспортировке к месту лечения. Здесь учитываются и расстояние, и время, и очень важное противопоказание к дорожной тряске. В таких случаях выручает именно небесная помощь санавиации. В регионе для этого создана группа, как её иногда называют, высшего пилотажа авиамедицины. В Тверско-областной клинической больнице базируется отделение санитарной авиации. Специалисты этой службы приходят на помощь своим пациентам в самых отдалённых и труднодоступных районах Верхневолчья. Близкие районы требуют иногда выполнить вот это правило золотого часа. Поэтому приходится к тяжёлым больным отправлять вертолёт. Как правило, уже этот пациент находится в учреждении первого уровня, это центральной районной больницы. И мы уже, как говорится, оказываем помощь и на месте, и забираем его сюда, на наш уровень. Как правило, всегда в бригаде один или два реаниматолога. Для того, чтобы уже во время транспортировки оказывать всю необходимую помощь таким тяжёлым больным. О важности развития санитарной авиации в Тверской области неоднократно говорил губернатор Игорь Рудыня. Будь то чрезвычайная ситуация, связанная с автотранспортными происшествиями, либо связанная с необходимостью срочнейшей госпитализации людей для операционного вмешательства, всё равно требует участия санитарной авиации. Региональная власть поддерживает функционирование службы санавиации в Тверской области, выделяет на это необходимые средства. Ведь потребность в само скорой помощи весьма высока. Алексей – старший фельдшер авиамедицинской бригады Тверской ОКБ. Медик рассказывает, что порой в день бывает по 3-4 вылета в районы нашей области. По отчётам за прошлый год более 600 вылетов, которые мы успешно выполнили с минимальным процентом нежелательных событий, то есть с нулём. По сути, мы представляем собой отдельную палату реанимации, снабжённую всем оборудованием, как в реанимации, обеспечивающую одного пациента обязательным условием пребывания, как будто бы в стационаре. Но при этом мы осуществляем это ещё и транспортировкой. Порой из-за погодных условий приходится совершать и наземные выезды. В ОКБ создана ещё одна бригада. Медиахолдинг Тверской проспект поздравляет врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, санитарок, водителей, пилотов, экипажей с праздником. И выражает огромную благодарность за столь нужный людям труд, самоотверженность и высокий профессионализм. Субтитры создавал DimaTorzok